Будет эфир, то не будет. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы немножко задерживаемся по разным техническим причинам иногда, но всегда выходим в эфир. С вами Андрей Панамарий, это Мир Шейх. Это Цикаво. Будет Цикаво. Присоединяйтесь, подключайтесь и просыпайтесь. И давай, Шейх, сразу, как говорится, с места в карьер. Основная тема выходных и вчерашнего дня, и которая сегодня получила продолжение, это переговоры по Украине. По Украине решили без Украины. И давайте по порядку, что же происходит. Фото 4 поставьте нам, пожалуйста. Еще на выходных пошла тема, что правительство США в частном порядке просит президента Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом написало издание The Washington Post. Фото 7. Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные переговоры с помощником президента Российской Федерации Юрием Мушаковым и секретарем совбеза Николаем Патрушевым. Об этом уже вчера сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме. По данным газеты, основной целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, в том числе включая угрозу использования ядерного оружия. Вчера Кремль так прокомментировал это. Фото 5. Песков сказал, мы не знаем, так это или не так. Есть правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это соответствует действительности. Днем включился в переговорный этот трек советник главы офиса президента Подоляк, фото 6. Он в твиттере заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, главным требованием для переговоров является вывод российской армии из Украины. И Подоляк добавил, что Путин к этому явно не готов. Говорит, будем ждать, мол, следующего президента России. Видео 8. Вчера вечером Зеленский также пару слов по этой теме сказал. Он заявил, что также, в общем-то, к переговорам готовы. И назвал основные тезисы, основные принципы, на которых Украина готова. Это восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, компенсации и гарантии, что такое больше не повторится. При этом здесь важно, что уже о том, что с Путиным Зеленский не собирается разговаривать, он не сказал ни слова. И сегодня утром пришли новости, которые уже несколько еще подогрели всю эту историю. Вот кадры с Салливаном, если у нас есть. Советник Байдена по нацбезопасности, недавно побывавший в Киеве Джейк Салливан, официально подтвердил переговоры с российскими представителями. Салливан не стал уточнять, лично ли он контактировал с Кремлем, но заверил, что темой переговоров было ядерное оружие. У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, заявил он. И вчера еще власти США выступили за то, чтобы Украина тоже приняла участие в предстоящем саммите G20, если на нем будет представлена Россия. Шейх, шо циробыться, неужели Зеленского начали склонять к переговорам? Ведь вчерашнее его видео, в котором он делал небольшое обращение, он прямо уже не так жестко реагировал, да, уже и про Путина ничего не прозвучало, про границы 91-го года. Вместо репарации было названо слово компенсации. Как ты думаешь, неужели идет к миру? Ну, давай по порядку. Добавим еще сюда Макрона заявление, хотя его, конечно, никто не спрашивал, и посредник ему брать никто не будет. И мы не вспомнили. Да, просто, получается, он тоже заявил о том, что, да, вот нужны переговоры, но не нужно таких жестких заявлений, типа жестких каких-то условий. Это первое. Второе, то есть то, что озвучил Зеленский, по факту, это отказ от переговоров, потому что опять он выдвинул неприемлемые условия. А смотри, а многие увидели в этом смягчение оппозиции. Вот как ты видишь? То есть ты увидел отказ? Нет, я вижу, что Зеленский просто надувает щеки на фоне того, что США пытаются договориться, потому что давай объективно говорить выборы, давай объективно говорить усталость от Украины, и давай объективно говорить, что есть два козыря у России на самом деле. Это Херсон и энергетическая структура Украины. И если Россия по полной применеет эти козыри, то переговорные позиции Зеленского резко уменьшатся. Поэтому кто начал, ну, кто был инициатором переговоров? Как мы видим, Соединенные Штаты Америки. Значит, кому это нужно? Соединенным Штатам Америки. То есть, а с кем, в принципе, изначально были рамсы, так назовем басяцким языком? По-нашему. Да, конечно же, были у России и Соединенных Штатов Америки. Вот они, значит, выходят на некую платформу, тем более на, скорее всего, в фоне провальных выборов для демократов, значит, нужно как-то сохранить лицо. И вот тут, на этом фоне, как раз возникли все разговоры про Херсон, как ты помнишь, сдают, не сдают. Значит, договоренности с Аливаном тоже предписывали, что Донецкую область, типа, Россия занимает, а украинские войска уходят оттуда. Но из-за этого, значит, они уходят с Херсоном. То есть, потом Салливан это опроверг. Но на самом деле мы не знаем, какие переговоры, какие глобальные договоренности идут между США и Россией. Они могут измениться в любой момент. Но то, что это поднято на поверхность, как говорится, Почему пошла вот эта волна переговорная? Потому что, значит, кому-то уже условия оказались, так сказать, достаточные. Еще помнишь, Эрдоган же тоже говорил об этом, что скоро будут переговоры. Он был первый, на самом деле, который этот сигнал озвучил. Ну и сейчас мы видим, естественно, что для Соединенных Штатов, раз они лоббируют это дело, наверное, позиция Украины переговорная может ослабнуть в случае неудачи под Херсоном и в случае падения энергоструктуры и отселения Киева. Ну давай объективно будем говорить. Это стратегическое поражение. Ты так это называешь? Не эвакуация, а отселение Киева. Да, ну а как? Отселение на несколько месяцев фактически. Значит, это фактически стратегическое поражение Киева. Естественно, США хотят создать более благоприятные переговорные условия. И даже я так бы назвал это перемирие. Они больше хотят, чтобы перегруппировку сил как-то сделать. То есть они, конечно, не успеют. То есть это такая ситуация очень непростая. Тем более Минские соглашения мы тоже помним, да? И как может Зеленский их исполнять. То есть вообще на Зеленского, как исполнителя чего-то, надеяться вообще не стоит. Также по зерновой сделке. То есть все мы прекрасно понимаем, что он ничего исполнять не будет. Стамбул-3 он завалит, да? Да, но ситуация такая, что у Штатов сложное положение. У Британского обкома и Сунак тоже отказываются уже от некоторой помощи Украине. И поэтому созрели определенные условия. Так как я и говорил, к концу декабря, а оказывается в начале января новый Конгресс приступит к исполнению своих обязательств. То есть к концу декабря, вероятно, могут быть достигнуты первые какие-то росточки таких мирных договоренностей, переговоров. Но они не будут на условиях Зеленского, естественно, это мы прекрасно понимаем, так же, как они не будут на условиях США. То есть будет некий какой-то вариант, который может устроить Россию. Если до этого договорятся, значит у нас есть надежда, что в конце декабря мы увидим вот первые, так скажем, паростки, первые всходы мира. Да, интересно, конечно, что эта тема попала в... Так забурлила прямо вот накануне, вышла в свет 8 ноября, да, сегодня же выборы в Конгресс США. Так что будем обязательно следить за этим, что там будет происходить. А с выборами уже примерно по социологии ясно, если только не будет каких-то ординарных, так скажем, действий, то в принципе республиканцы как минимум нижнюю палату занимают, а если еще займут и верхние, то потом могут быть начаться расследования различные, в том числе в отношении, значит, помощи Украине. Ну вообще, то есть ситуация крайне такая вот качающаяся, и поэтому, возвращаясь опять же к Херсону, потому что многие тоже задают этот вопрос, что касаемо военной ситуации, это одно, а глобальные договоренности, это другое. И вот сейчас решается все на глобальном уровне. Фото 9. Украину ждет республиканская зима, как пишет The Washington Post. 8 ноября пройдут выборы в Конгресс, то есть сегодня, наиболее вероятным победителем, как уже сказал Шейх, станет республиканская партия. И вот Washington Post пишет, что по их информации новый Конгресс будет готов полностью изменить подход США к поддержке Украины. Так что, конечно, события крайне интересно развиваются. И это одна из основных сейчас тем, да, и вопросов, что будет после 3 января, когда заработает новый состав после выборов. Тем временем, фото 1. Вчера прошла зрадная новость. Госдеп и Минфин США негласно призывают крупные американские банки продолжать сотрудничать со стратегически важными компаниями в России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. За кулисами Минфин и Госдеп призывали банковских гигантов, включая JP Morgan и Citigroup, продолжать бизнес с определенными стратегическими российскими фирмами, сказано в материале. То есть, санкция с санкциями, а бизнес с бизнесом, да, Шейх? Как думаешь? Санкции со санкцией. В любом случае, вы же понимаете, для капиталистов, когда им что-то выгодно, они пойдут на любые, так скажем, нарушения своих же договоренностей. Даже на предательство Зеленского. Да, какое-то предательство. Так поменяют на другого, скажут, ну, он не оправдал доверие, он, значит, не так что-то делал. Плохо шутить начал на пустыне. Да, то есть, крайним останется в любом случае Зеленский, а они крайними не будут. Но в России, конечно же, цель это глобальные договоренности с Западом и те самые ультиматумы, помнишь, как перед 24 февраля, гарантии безопасности. Если они будут достигнуты, то судьба Зеленского и Украины здесь занимает очень второстепенную роль. И, поверь мне, они включат свои СМИ и докажут, что вот так вот надо было правильно. И все. Однозначно, да. Ну и да, вот ты сказал, что капиталисты, Запад. Давайте видео 2 посмотрим. Прекрасная зарисовка к тому вообще, кем там, кто является. Вот наш дорогой, любимый Герр Шольц говорит, на днях ко мне обратился гражданин, сообщил, что поменял электрическую печь на газовую. И смеется, грустный такой, добавляет. Шольца смешно, Шольца забавно, да, вот в каких условиях сейчас находится его страна. Шейх, как тебе, можешь ли ты представить, хотя бы даже Байдена, вот, чтобы он такое заряжал? Ну, Байден, наверное, не вспомнил бы, о чем он говорил перед этим, да, то есть, поэтому сложно комментировать. А касаемо Шольца, ну, у него же нету проблем, лично. То есть, прекрасная зарисовка, да, вообще? Поэтому для него это как некая сказка, такая веселая история, кто-то поменял что-то, а это стоит больших денег. Очень переживают, да. А денег этих нет у людей. Ну, вот такой вот веселый Шольц. Но, тем не менее, давай отметим, что именно Шольц тоже по заявлению Эрдогана, это тот человек, который готов идти на некие контакты с Путиным, и Шольц ездил к Си Цзиньпиню, и, соответственно, тоже наверняка были некие достигнутые предварительные, так скажем, договоренности о чем-то. То есть, поэтому Шольц может очень быстро переобуться на нужную сторону для России, когда это будет необходимо, а, как говорится, зима уже вот, поэтому, как раз таки, Германия наиболее зависима от тех же энергоресурсов российских было, и Германия, в принципе, очень плотно сотрудничала с Россией, и в этом ее было благосостояние, в том числе. Поэтому Шольц это один из качающихся персонажей, да, который может переметнуться на другую сторону. Ну, не на другую сторону, а просто, то есть, как бы, быстрее всех принять определенные договоренности. Так же, как и Макрон, кстати. При этом, да, из знания политика вчера сообщила еще одну взрадную новость. Европейцы отказались от российского газа, но скрыли правду. Такой был заголовок. Согласно данным Еврокомиссии, за первые 9 месяцев 22-го года страны блока на 46% увеличили импорт российского СПГ. И это при том, что европейские лидеры на каждом шагу хвалятся снижением зависимости от энергоресурсов из Москвы. Но на словах мы знаем, да, за Украину, там, до последнего украинца. Вручь, как всегда. Да, да, это прекрасная еще одна зарисовка к тому, кто такие европейцы и как им можно верить. У нас есть еще интересная новость уже о украинцах, о украинцах за рубежом и о британцах, которым также многие поверили. Фото 3 The Times вчера вышло с интересным материалом. Британские иммиграционные власти приказали фактически бездомным семьям украинских беженцев в основном с детьми покинуть закрепленный за ними отель в северном Йоркшире в течение двух дней. Причина в том, что отель, как ожидается, будет принимать нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш, чтобы разгрузить переполненный миграционный центр Кент. Ранее, кстати говоря, стало известно, что в Германии таким же образом попросили на выход украинских беженцев. Хайп спал, да, можно уже от украинцев постепенно понемножку избавляться. При том, что, кстати говоря, Верещук обратно этих переселенцев не ждет. Ну, я уже не первый раз говорил и ты говорил о том, что усталость придет от Украины. Такое положение настанет, потому что они считают свои деньги и при всех там заявлениях о неких ценностях решающей роль сыграют деньги. И вот мы видим, эти деньги играют роль. Просто хотели быстро свалить Россию, не получилось. Будут пытаться качать дальше, да. Судьба Украины, ну, то такое, знаешь, как говорится, лес рубят, щепки летят. Вот примерно такое отношение к гражданам Украины по большому счету. Естественно, начинаются сокращения во всех странах. Во всех это отмечают и в Польше, это отмечает Британия, это отмечает Германия, Франция, Болгария. Но при этом еще, да, какие-то программы существуют, но по мере отдаления, так скажем, от 24 февраля, таких программ будет все меньше и меньше. Но при этом украинское правительство, конечно, тоже не заинтересовано возвращение этих граждан на свою территорию, потому что это обуза на бюджет. А товарищ Шмыгаль заявил, что бюджет сейчас весь будет направлен на оборону 90 процентов. Зачем им личные граждане? Это точно. Вот это реальная правда. К сожалению. Нелегальные мигранты из Ла-Манша стали важнее, чем украинцы теперь. Да. Тенденции поменялись. А сколько было высокопарных заявлений? Они просто вернулись на круги своя, так скажем. Да уж, незавидная доля, конечно, ждет украинцев, к сожалению. И дай бог, может, чтобы Зеленский пришел к здравому смыслу и сел за стол переговоров. Ну, не он, Андрей. То есть, ему должны указать люди, которые, значит, уже четко ему Да, да, согласен. Потому что он-то не хочет приходить, потому что при завершении конфликта нужность Зеленского отпадает. Это раз. А второе, то есть, он теряет огромные деньги, потому что, на чем он будет зарабатывать? То есть, война, это для него именно как раз-таки, как в той поговорке. Возможность сидеть на троне Это огромные деньги, да. Это подавление полностью оппозиции, это бесконтрольная власть. А ты же понимаешь, он как человек искусства, его тщеславие, в принципе, это одно из первых. Что его движет. Да, движет. И, естественно, ему прямо купается в этих лучах славы, как ему кажется, хотя его уже ненавидят большинство, в том числе, телеграм потерял сколько, полмиллиона, по-моему, подписчиков за последнее время. То есть, это о многом говорит, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok